Цветущие деревья, таблички, не подходи опасно на сетках ограждений. Так встретил активистов движения «Тайга» зоологический стационар Дальневосточной Академии Наук. Заведуя территорией биолог Виктор Юдин. Именно к нему уссурийцы приехали искать ответ на вопрос, действительно ли редкие животные Приморья под угрозой вымирания. Проблема существует не только в сохранении животных, а вообще природой. Все экосистемы, в частности в Приморье, в кедрово-широколистенных лесах, где живет основная масса видов редких, занесенных в Красные Книги, все разрушено. Человек вырубает деревья, нарушая пищевые цепи. Нет кедра и дуба, нет корма для кабанов и оленей. На грани исчезновения гималайский медведь, амурский тигр, харза, дальневосточная куница и леопард. Ученый считает, если не одуматься сейчас, уже через 10 лет, тигра можно будет увидеть только в зоопарках. Медведем может где-то еще сохраниться, потому что ему не только есть нечего, он еще и живет в дуплах, гималайский медведь. Он же зимует в дуплах. А если лес вырубается, откуда будут дуплы? Дупла-то у перестойных деревьев. На вопрос, чем же вам можно помочь, активисты получили неутешительный ответ. Практически ничем. Сила сосредоточена в руках больших природоохранных фондов. Максимум, что может сделать простой человек – не вмешиваться в работу или оказать материальную поддержку. Едят животное много, но далеко не все. А то привозят, например, кости. И говорят, мы вот тут тиграм привезли косточки погрызть. Да тигры кости-то не едят. Вот чем дело-то. А мясо дорого. Сбор средств уссурийцы организуют на благотворительном концерте 5 июня. Кроме того, представители движения «Тайга» волонтёрами отправятся на высадку кедра в Хасанском районе. Чтобы сохранить среду обитания дальневосточного леопарда, там высадят миллион саженцев. Анна Шереметьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.